Я сегодня, короче, снес XCOM, переставил его, поставил Long War, поставил еще моды, поставил Commander's Choice, поставил русификатор. Вроде как какие-то моды встали, и, наконец, у нас будет возможность на всех всех. Отлично, тогда я, с вашего позволения, тыкую локальную запись. Еще пойдет у нас таймер в кои-то веки, для того, чтобы было проще ориентироваться в этом большом количестве частей и в прогрессе. Ну, когда 10-часовые части, действительно, сложновато запомнить, где ты остановился. Я хотел сегодня трансляцию провести максимально понятную и для себя, и для людей, которые начнут смотреть XCOM 2 World of the Chosen Long War, ну, как бы, с этой части. Во-первых, хотел бы проговорить основные моменты в тактике ведения боя, в экономике, в исследованиях, в целом, там, по всем процессам, которые происходят в игре. Объяснять их, проговаривать их. Короче, если что, это сложная игрушка такая для меня, по крайней мере, сложная. Но жанр я очень люблю. XCOM. Мы воюем против пришельцев. Сложно это будет поставить. Играем на четвертом уровне сложности, ставим привычные галки, стартуем с храмовников, потому что это фракция... Есть вообще три фракции. Жнецы, заступники и храмовники. Это товарищи, которые в вашей компании выступают... Ну, вам выступают в роли... выступают в роли союзников, короче, ваших. Мы же представляем собой организацию XCOM, главной целью которой является уже сейчас партизанская война против инопланетных захватчиков. Партизанская, потому что в прошлой части, а у нас XCOM 2, соответственно, была прошлая часть, как минимум одна, была с треском проиграна. И землю захватили. Ну, не захватили, а, так скажем, ну, ассимилировались в роли руководителей, так скажем. Инопланетные захватчики. Вот. Построили там разные клиники, занимаются генной модификацией, спасли они в результате свой вид, благодаря вот этим темам, потому что мы помним из первой части, что захват земли был с целью продолжения их рода, грубо говоря. Что они там искали путь, который поможет им остановить вымирание. Вот. Поэтому мы организация подпольная, партизанская. И наш дом родной, это огромный космический, ну, как, космический, обычный корабль, на котором мы летаем по разным частям мира и занимаемся разного рода деятельностью. Подрывной, рекрутируем, собираем материалы, спасаем ученых-инженеров, защищаем повстанцев. В общем, мы это все увидим. Салад, привет. Чатик, добрый, добрый, добрый день. Короче, галочки поставили, отключили режим обучения, стратегический домик активирует приказы сопротивления для XCOM, позволяет оперативникам приобретать дополнительные классовые способности. Хорошие галочки, облегчающие. Вот, я XCOM Long War, второй не проходил. Проходил второй XCOM, проходил War of the Chosen. А, нет, проходил Long War, но он был тогда очень-очень несбалансирован, и мы его быстро прошли. Это у нас первая попытка пройти, первая и, наверное, последняя. Мы в Пекин полетели. Среди бойцов у нас персонализированные... Персони... Персони... Персонифицированные... Персонифицированные бойцы. Это разные товарищи с Good Game. Встаем сейчас на Overwatch. Overwatch... Надо реально сейчас, наверное, комментировать базовые вещи, я так хотел, чтобы как будто человек смотрит в первый раз и начинает помогать. Понимать. Помогать начинает. У нас столько помощников. Этапы. Мы переключаемся между бойцами. Q, E, поворачиваем, соответственно, камеру. Буква Y. Уходим на Overwatch. Overwatch это пол... Занимает... Это действие, которое занимает половинку вашего хода. И если противник появится в поле зрения во время его хода, то вы выстрелите... Ну, так называемый, сделаете выстрел на вскидку. Он имеет штраф... Кажется, двадцатку к точности. Если нет каких-то дополнительных у вас перков, которые могут этот штраф убрать, то... Или 25. Или 20, или 25. Штраф. Кажется, 25. Есть разные типы врагов. Черненькие. Это самые обычные. Они... Не выделяются вообще ничем. Это самые простые солдатики. Красные... Это... Ну, со шлемами такими выдающимися. Это офицеры. Они опасны несколькими вещами. Во-первых, они... У них, как правило, высшее количество запаса здоровья. У них выше точность. А также они обладают... Способностью метка. Которая увеличивает точность по вашим солдатам на десятку. Кроме того, у них есть... У них есть гранаты. Если вы подойдете достаточно близко, то он зарядит вас гренку. Кроме этого, синенькие товарищи. Они специализируются как раз на овервотчах. То есть они... Ну, такие стрелки своеобразные, да? Ага. И подходит еще одна пачка с другой стороны. Это опасно уже. Это офицер как раз, видите? С плащом такие понтовые. Это двое обычных. Дроны. Дроны — это механические существа. К сожалению, мы пулем всех. Понеслась. Сейчас точно кто-то нас заметит. У дронов, видите, две единички желтенькие. Это броня. Броня сокращает входящий урон на количество, собственно, единиц брони. Дроны летают, соответственно, не работают укрытия. Укрытие вообще в игре два типа. Полуукрытие и полное укрытие. Щиток такой нарисован. Полуукрытие дают 25 единиц защиты. Полное укрытие дают 40 единиц защиты. То есть, например, если вы спрячетесь вот здесь вот, то у вас люди, которые будут стрелять с этой стороны, будут штрафоваться на 25, а те, которые будут стрелять справа, будут штрафоваться на 40. Как-то так. Ну и лучше, конечно, ставить в укрытиях. А еще третья пачка сектоиды. Сектоиды не те сектоиды, что раньше. Они стали плотнее. Оружие у них осталось то же самое. Ну, имеется в виду какой-то несчастный плазменный пистолет. Но они нормально... Сейчас увидят нас уже. Все, они зашли. Зашли достаточно далеко. Обнаружен обойденный слонгопротивник. В таком случае они разбегаются, а мы стреляем на вскидку на овервотч. Минус офицер сразу. Отличная стрельба. Еще минус... У-у-у! Минус три как минимум. Остается только один дрон. И по нему мы тоже немножко постреляем. Попадаем раз, попадаем два. Идеальное начало. Появляются, правда, вторые враги. И мы понимаем, что... Что-то перестраиваться. Но в целом... Конечно, повторюсь, начало топовое. Топовое начало. Лут временный. Лежит три хода. Модифицированное автозаряжение. А, наружу вы можете модификаторы устанавливать после соответствующих исследований. Это будет самое первое наше исследование. Модуль наружу, оно называется. И... Да, мы спулили всех остальных. Ладно, придется сейчас пытаться как-то... Блин, как-то с ними справляться. Так, здесь пробуем обойденного с фланга противника убить. Не получается. Так, здесь стреляем фогичем. Зероэль бежит вперед. Хромовник особый тип. У него... Он сражается в ближнем бою. Что это было? Царапает и набирает концентрацию. Вот, кроме того, после атаки у него есть инерция. Он может вернуться в... Ну, типа, в какое-то безопасное место. Так, помним про Overwatch. Соответственно, надо подумать, с кем этот Overwatch снимать. Мы можем его снять дезориентацией, конечно же. Да ладно, не попадет. Чего? Чего он... Как он попадет, правильно? Погнали. С богом. Кстати, работает мод Готча, как вы видите. Есть ранение. Мне показывала сейчас игра, что я попаду под овер. И на каких клетках я попаду под овер. Это очень полезная штука. Первую миссию мы с вами осилили. Впереди еще пара сотен. Одно ранение. Ценка, отлично. Возвращаемся. По сути, игру, грубо говоря, можно разделить на фазу боевых действий и фазу, там, планирования, развития, исследований и так далее. То есть, все, что относится к кораблю, куда мы сейчас с вами попадем. Настройка спуска. Это модификатор, который дает плюс 4 меткости при овервочах, ответных выстрелов, экстренная стабилизация. Не дает умереть сразу человеку. Гарантирует, что первый летальный урон на задание не приведет к мгновенной смерти, а также увеличивает время, в течение которого солдат истекает кровью на два хода. Обычно это от трех до пяти ходов тебе дают. Модифицированное автозаряжение, первые две перезарядки не расходуют действия, ядро Элериа. Ну, это источник энергии иноземного происхождения, который ты можешь получить только на миссиях. Привет, спасибо большое. Вот, перед нами база. Здесь место для построек. Большая часть захламлена инопланетными обломками. В единственном месте мы с вами будем делать Центр Тайных Операций. Центр Тайных Операций позволяет вам вести, проводить секретные операции, куда отправляются небольшое количество оперативников, и они автономны. Ваша задача только выбрать, собственно, на какую миссию вы их отправите. Но до этого мы еще дойдем. Чтобы очистить места, нам нужны инженеры. Инженеры также пригождаются при строительстве, инженеры пригождаются в Центре Тайных Операций, тоже инженер будет нам помогать. И для того, чтобы... Сейчас мы зайдем в исследовательский отсек еще. Большое количество процессов проходит параллельно, поэтому надо... Выбираем из исследований их модульное оружие, потому что у нас есть модульное оружие, и это очень быстрое исследование. И мы можем сейчас при помощи командирского отбора назначить... Ух ты, какие тут точные! 72, 72, 71, 70. Возможно, даже первых товарищей я возьму ручками, сделаю снайпами и рейнджерами. На глобальной карте, собственно, нам предлагают исследовать черный рынок. Рассказывают о штабе хранителей, храмовников, точнее, ну, которые вот зервели у нас. В этом штабе, если мы будем находиться, у нас будет повышенная скорость восстановления после ранения. В общем, смотрите. У нас в начале есть только одно место, одно убежище в Новой Арктике. Убежище... В убежище у тебя есть сторонники. Они сейчас... Они могут быть назначены на разные задания. Разведданные — это поиск миссий, поиск рекрутов — это, собственно, поиск дополнительных сторонников, материал — это сбор денег, и конспирация. Конспирация — это тема, чтобы не привлекать вообще никакого к себе внимания со стороны Адвента. Мы начнем с разведданных. Плюс у нас есть корабль, который может летать, полетить сейчас по информации на черный рынок. Потому что по нашему замыслу мы сейчас с вами должны инженера одного нанять на черном рынке. Погнали. Он сразу нам даст возможность быстрее строить на 50% Центр Тайных Операций. Мэдисон инженер. Вместо 9 дней — 5 дней. Справа — лог действий. То есть технология, ну, через один день мы модуль наружу исследуем, через 5 дней у нас достроится Центр Тайных Операций. Через 18 дней закончится, типа, отчетный период, когда мы можем собрать ресурсы. Да, взломайте, найдите, разведданный пакет данных — минималка. Здесь стоит сказать про механику проникновения. То есть ваши разведчики ваши разведчики находят с разной вероятностью в разное время миссии. Вот. И до этой самой миссии есть какое-то время. Нам пишут 7 дней и 2 часа. Диапазон может быть самый разнообразный, типа, от 6 часов до, там, 10 или 12 дней. Чем больше у вас времени на подготовку, тем большее количество оперативников вы можете направить. То есть, сейчас у нас 7 дней. Нам говорят, что врагов там будет от 7 до 9. Мы получим разведданные, о них попозже. И пакет данных. Пакет данных — это информация о каком-то событии на карте, насколько я помню. Задача — взломать скрытый компьютер сопротивления. Это значит, что нам пригодится специалист. Нам нужно прокачать нового товарища на роль специалиста, потому что у него есть гремленные эти дроны, которые помогают дистанционно взламывать компьютеры. Но сейчас миссия. Один псаленовый ниндзя будет пытаться освободить сторонников сопротивления. Или у кого-то там. Короче, это аркадная миссия. Мне не дали времени на проникновение. Просто если вам дают мало времени, и вы начинаете набивать туда народ, то количество врагов увеличивается. Там, в разы просто увеличивается. Ё-моё, в метро, да вы издеваетесь. Кэш данных? О, нет, блин. Я не ту миссию вообще взял. Ну, кажется, это конечное. Не, ну я вообще не туда прилетел. Первая миссия фейл. Вторая миссия невыполнимая. Возвращаемся. Без результата абсолютно. А если бы игра не вылетала, у меня было бы семь дней на миссию. Я бы полетел в пятером-шестером спокойно на такую миссию. Пытаюсь доустанавливать контакт, и там в одном регионе я буду сканить на миссии и разведанные собирать. А во втором регионе пусть товарищи займутся займутся поиском рекордов. И засада. Мы попали в засаду. Низко вероятное событие, но оно сработало. Я думаю, надо направо уходить. Где-то здесь рядом могут быть враги. Есть, конечно, крыша, но крыша мне не нравится. Я пока не буду теми бежать. Моя задача сначала посмотреть. Ну, сначала вот этой четверкой. О, видим уже. О, смотрите. Готча работает. То есть показывает, что если ты сюда подойдешь, тебя увидит. Сюда подойдешь, тебя увидит. И он там не один, получается, да? Тут 48, 48. Пробуем. Росбрейн стреляет, но... Есть царапина, хорошо. Пошла паника или контроль. Вот поэтому будет больно стрелять. Он по полу каверам. Зря я стрелял. Вот эта вот ошибка грубая уже. Сейчас... Сейчас могут убивать просто меня. Мимо повезло. Но он раненый. А вот этот будет стрелять без штрафа. Блин, это больно может быть. Фух, защиту поглотил он. Потому что это единственный способ гарантированно его убить. Так, ну где-то еще три человека. Блин, он попадает в фулл кавер. У меня ранение уже. Овервотч. Так, ну они там дезориентированы, это раз. Я здесь воспользуюсь аптечкой. Понимаю, что хреново лечусь, но... Ой, снайпера бы еще подвезти, нафиг знает. А командная работа как? На тебя, да? А давай. Да я его уберу с полуукрытия. Какая дальность перепрыгивания у вольта? Ну там видно, что рейндж, ну, зона накрывалась. Ну а там точно стоял второй человек. Может из-за того, что я его не видел, такая хрень произошла. Скоро надо уже бежать, здесь подкрепы будут. Да, вон он там рядом стоял. А, мы его и покоцали. Нормально, просто нам не показали. Мы его и покоцали. Все, понятно. Давайте пробуем снайпером снять. Хорош. И там второй овервотч, который бы отменить. Сейчас я посмотрю, где он там стоит. И два, увидели оставшихся. Модифицировано заряжение хорошо. То, что увидели двух оставшихся, это в определенном смысле хорошо. Мы сможем активнее действовать двумя другими товарищами. Ну, 57. Есть шансы, что мы его все-таки добьем в рамках этого хода. Есть, молодцы. Так, в целом неплохо. У нас дальше идет подкрепа, но мы, по крайней мере, разобрались с теми, кто находится на карте. Подкрепление имеет прогрессию. Как правило, это стандартно арифметическое. Два, ну, плюс один, короче. Начинается с двух и дальше. Два, три, четыре, пять, шесть. И до конца. То есть вы не можете бесконечно... За подкрепление не дают опыт, не дают лута, если только вы не убили всех на карте. То есть если... Наоборот, наоборот. Если вы... Если на карте кто-то остался, и высадил из подкрепа, вы можете убить подкрепу для того, чтобы получить тот опыт, который... Ну, не получили из обычных. Но раз мы уже всех убили на карте, просто возвращаемся... Просто эвакуируемся. Это считается как успешная миссия. Несмотря на то, что мы попали в засаду, нам удалось наших оперативников, которые пошли на секретное задание, вызволить из сложной ситуации. То есть нам дадут награду, нам зачтут эту миссию. Это мой пёс, его звать Вольт, и он никого не сжахает. Отличный мистрейс. Но есть ранение, но ранение минорное где-то на недельку. А, никто, кстати, не получил ранение, что странно. Уклонение плюс пять, модифицирован автозаряжение. Всегда автозаряжение мы даём рейнджерам, потому что они чаще остальных стреляют. Вот, кристаллы Илерия, и нам дали улику, ну, типа, данные. Мы можем слетать, разведать. Развед данных нет, денег нет. Инопланетные обломки, правда, расчищены, и нам дали сорок баксов за расчистку. Мы продолжаем расчищать, это пока единственный источник наш денег. Лучше выполнить миссию. Обнаружили новую цель, пять дней, разбойные, нападение, захватите ресурсы адвента. Одни, 16 часов. Опасная миссия. Сейчас наша задача делать разведку. Мы вызволяем сейчас ученого из города, эвакуируем его. Вот он, ученый. Нам нужно доставить его до эвакуации. Мы не в скрытности, за исключением ниндзи. То есть, в целом, нам желательно бы избегать контактов с врагом, и для того, чтобы избегать контактов с врагом, я, собственно, и взял с собой человека... Где он? То есть, вообще-то, я тут не должен сражаться. Я надеялся эту миссию проходить аккуратненько. Ну, понеслась. Нападание, молодцы. Два обычных пехотинца. Гренадер, который умирает сразу. Еще стреляем. Ой, попали, хорошо. Постреляли прекрасно. А, пулеметчик. погоди, там пулеметчик есть. Так, один на овере. Я бы сразу закинул гренку, только не знаю, как. Потому что мне... Не, я не достаю гренки. только светошумовой достаю. Это не факт. Плохое начало. да, фланг на этого. Ну, и он критует, конечно. Я-то не критовала, он критует. Серьезное ранение, дверь где-то открывается. Очень плохо миссия идет. Сейчас он мне может еще тут может шлепнуть. Давайте, ребят, ну. Ну, попадите, дистанция никакая. Серьезно. Там два по 80 где-то. А ты опять критуешь. Суки. И пачка еще. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Понеслась. ой как неудачно очень неудачно и стрельба сразу во фланг по випу повезло рваться погнали если слева то он должен вытанковать хорошо а при кто-то который прямо меня не видит так что я подхожу так дальше кидаем гренку ориентировочно вот так убьем убьем главное сорвем овер и покоцаем сектоида если что ниндзя можно добить до добычи минус правда но сейчас мы можем ворваться к сектоида с хорошей вероятностью забрать отлично молодец осталось двое два человека подкрепление не скоро все собраться главный час один ход пережить попытаться максимально их нейтрализовать из ориентации урон не наносит минус 2 человека на дезориентацию соответственно этому мы можем флангануть она чтоб шанс ниндзя не убил да все вы выкрутились из такой ситуации выкрутились блин как обычно все ниндзя пошел снова резать дорезать так скажем там оверов нет этого мы флангуем по крайней мере слева разок все эвакуируемся много ранений но с другой стороны на эту миссию мы отправляли одних леммингов плюс нельзя то есть по сути по сути могло быть и хуже учитывая то как началась эта миссия началась она сразу с контакта первого же пока жалко что нельзя уйдет отдыхать четыре ранения блин идем на следующий освободите випы из транспортного средства здесь к сожалению у меня люди гораздо менее опытные то есть они не нубасы но сам состав странный и раз уж мне с опытным составом было ну возникали сложности да то здесь могут быть серьезные проблемы так что здесь мы отталкиваемся в первую очередь от от его к этим не у всех жилеты не у всех лазерное оружие о ивак сразу на випе стой подождите как это так получилось а вот он вип все увидел до вип уходит в полхода хорошо влево уходим резко влево значит слева в близко паков нет и вдоль стеночки идем болеем уже здесь стой 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 сто процентов есть где-то поближе там всегда они целях охраняют во пожалуйста два сектоида и змея проверяем успеваем дайте успеваем 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 ты к чему же джах ним новый повстанец продвинутый пбм повстанец не везет мне со взломами еще ни разу не ну кроме одного дрона мы никого не нормально не сломали вероятность конечно разные бывают но и даже вот так и делаем ну нет смысла мне еще стрелять оглушать одного на дезориентировать сразу троих здесь массовый сапресс на двоих на троих двоих как так как то так и живем можем 89 можем 80 расходик держимся если держимся то все спокойно уходим этот уходит из-под сапресса попадает под под удар флангует мне штурмаша блин сразу а это кстати ошибка а тут же фланг а это не ошибка они там пулеметчик не там хороший урон защита сработала хорошо этот бежит получает царапину и у него тоже выстрел но не фланг но попадает блин могут убить штурмаша а там оказывается полу кавер в они full cover ну и под дезориентации полубитый человек попадает окей ну все понятно блин только не паника там еще спасли человек отделались ранением но эти ребята были совсем неопытные конечно надо запомнить что он брать нужно на миссию сканем миссию нашли разбой на нападение погнали здесь как и что нам нужно сделать нам нужно постараться убить первый пак не раскрывая ниндзю и не пуля 2 3 то есть нам нужно определить где он находится убедиться в том что поблизости никого особо нет и его быстренько у кокошить потому что если мы у кокошим первый потом в пятером в шестером нам даже если два будет спуле на мы сможем скорее всего с ними справиться без без серьезных потерь главное вначале не зафейлить да это захват материалов раз два три четыре пять и вак и вак очень далеко так мы начинаем естественно с нашего разведчика ниндзя слева враги блин а турель конечно ну взломать ее отключить это крайне маловероятно хотя управление турели 63 процента давайте на следующий ход попробуем ее сломать погнали на времени нет я должен активнее действовать 63 процента блин ну пожалуйста игра 57 даже давай ну какого хрена ну хоть раз ты за сегодня мне понеслась блин или врываться куда врываться там overwatch еще два пака где-то ходит хочу делать ощущение ясно что делать здесь защита пошла не совер здесь протокол помощь и время молиться господи как же плохо то слева еще кто-то идет еще пока и еще пока три змеи охренеть но это конечно и еще стрельба вся карта здесь я флангуюсь как это контрить вообще я не пойму 92 процента мимо блин какой же анлак у меня сегодня а просто дикий царапина твою мать просто и ну это это жесть конечно максимальный анлак ничего не ломается ничего не попадается только враги попадают ступле давай отступление и светошум сюда на на но вот этих двоих по крайней мере четыре человека действует полноценно у меня ранение серьезные спец они все попадают вообще я уже не помню когда они последний раз промахивались еще сзади кто-то откуда почему так много а вышки видимо не считается но если сейчас он попадет и критонет и убьет тиктоида то еще и шанс есть у нас даже 75 погнали первый трайн я постараюсь не идти без острой необходимости на миссии рандомные то есть буду пытаться ну вот как я похоронил там двух ученых похоронил там двух ниньц постараюсь так и делать больше может сюда ну они сейчас разойдутся так можно было сюда гринку поставить я не вижу овервотч только не пульте сейчас и пожалуйста хорошо стоят соответственно овервотч 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 трое осталось не четверо и давай вот так вот погнали сколько сколько можно блин главное добыча сейчас не уничтожить добыча уничтожен красава михаил погнали ребята у вас бонус по точности бонус по точности алё у вас там 80 80 ой кажись за замочат меня дальше много-много выстрелов 40 50 процентов в надежде на попасть часового пытаемся убить весь весь опыт зеро или чем не достается к сожалению и вольт 2 3 5 погнали чем-то сплэш да он молодец и получи нет повышение получил она закрыли первую миссию едем дальше сейчас главное у меня есть план как как действовать сначала это понятно главное что какие будут миссии какие буду проводить в идеале нужно сторонников сопротивления по-быстрому первых инженеров первых ученых это самая цена не новобранцы не ресурсы а именно вот количество людей новая цель какая 6 часов но это как вообще бывает погнали это видимо из-за того что я недостаточно хорошо сканил 6 человек на разведданных не справились с определением вот этой вот миссии и сразу видели врагов трех целом ну не то чтобы они меня устраивают сейчас но сами по себе они не очень жесткие ну хотя это первая миссия же тут других и не бывает с их принять если в мою сторону пойдут специально без кавера встаю они идут от меня ну от меня это дает нам возможность пройти чуть поближе ну идите идите я знаю что вы пойдете погнали сейчас будем действовать активно ну мы знаем где находятся четыре человека уже три почти два так ну проблема в том что мне здесь непонятно кем убивать вот этого товарища что он пёс стоит на овере ладно давай светошуем все таки раз надо разобраться сейчас вот с этими двумя сильно не сбегая вперед можно спулить спокойно дрона это не такая большая проблема я думаю ну давай разрыв надо концентрацию набирать дрон в спину через какое-то время скорее всего вылетит но это уже совсем другая история насектует игрянку чтобы было проще его в следующий раз убивать плюс есть шанс что стеночка уйдет и мы и мы сможем пострелять по нему да так и есть это уже другое дело 82 процента да да нереально попасть я согласен 80 есть красавцы открываем то есть два человека плюс еще 4 5 один процент о навык взлом этого солдата перманент увеличивает такая халява очень редко встречающийся протокол а выходить будем как выходить будем справа все таки да ну узелок мне очень нравится у него возможности масса он и танкует отлично и как укрепление используется и в миле он как ниндзя и плюс у него механика с этим свольтом с уроном массовым причем если он правильно концентрацию накопит он может дважды заход скостануть уже на низком уровне весьма серьезные ну весьма серьезный урон по площади ушли молодцы безупречно первая миссия прошла у нас подкачали новобранцев где-то четырех продолжаем искать миссии погнали прячется гражданский надо посмотреть что там по граждански прячутся гражданские они патролят эту арею не спрашивайте откуда я знаю управление довольно низкое ну вероятность управления довольно низкая возможно у нас того стоит мне кажется что я слышал здесь движение ой взрыв контейнера 7 алё Мне же нужно вообще идти вперед, дико. А, вон он. Здрасте. А. Не понял. Ну ладно. Так, давай, Грэнг тебе раз. И это мы попробуем добить. Чик-чик. Я пошел резать, спитаться. Хорошо. Так, смотрите, здесь у нас... Так, подвижность продвинутая. Здесь у нас, видите, стеночка, но есть заход за ходом и сразу на этом оказываемся, да? Дальше. 95 это чушь. Это тоже плохо. Ну, я залетаю. Там еще пак должен быть где-то поблизости. Так, ну а вот сейчас не стоит, наверное, торопиться. Во-первых, если мы подведем спеца, мы сможем сломать его по-человечески на следующий ход, да? Так, теперь специалист должен контейнер взять. Опа, еще парочка. Ну, это последний, кажется. Здрасте. Да, нет, еще есть один дрон. Как живой. Стоять! Снайпера будет ушатывать. Охренел. Он спулился, пролетело, еще выстрелить успел. Ломаем сундук. Лучше это делать специалистам, что специалист может еще какой-то ништяк получить. Поэтому спецы на такие миссии берутся. Ну, давай. На этот раз удалось. Небольшой кэш данных, ну, развед данных противника нам бонусом в этой миссии выдадут. Мы офицера не убиваем, увы, поэтому давайте лучше гарантированно убьем того, кого убиваем. Гарантированно убили. Проверяй тоже. Добиваем этого раз. Плангуем офицером. Получается. Подранить уже будет хорошо. Хорошо. Пытаемся убить дроном. Осталось два человека. Один человек. Офицер раненый причем. Я здесь лутецкий. Не должен он видеть меня там. Видит только... Есть, отлично. Вообще чистенько провели миссию. Просто пять баксов стреляем у мирных. Это очень странно. Еще один вольт. Ой, красава, Зеро Ильич. Все. Никаких ранений. Возвращаемся на ИВАК. Молодцы. Окей. Безупречно, помидорка. Посмотри, безупречно. Уклонение одиннадцатый продвинут. О, элитный приклад. Да, топчик. Материал, настройка спуска, расширенный магазин. Хорошо, сбегали за... Очень хорошо сбегали. Секретная операция засада. Процентов 15, что ли, было там? Или 20? Блин, офицер. Что за бред? Сразу аховая тема. Ну, я брал сюда плотных и мобильных. Как бы надеясь как раз на то, что... Свалим. Но надо будет сейчас идти на встречу. Пытаться понять, где мы будем людей встречать. Как мы будем их прикрывать. Дмитрий Костин. Самый лучший. Дмитрий Костин. Лучше всех. Как постоянно пишет один из... О, вот это вот хорошая тема. Вот сюда мы снайпа поставим. И мы кого-то увидели сразу. Вот. Пожалуйста. Три человека. Пулич. Офицер. О-о-о-о. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я ни до кого не добегаю. Но сейчас меня могут очень хорошо расстрелять. Их трое. Дым фулкавер метком. Промазал один хорошо. Потом у меня будет возможность ворваться хромовником там как-то. Вот это плохо. Повезло. Ну, у него там процентов 40, но тем не менее. Концентрация. Спасибо. Все же, две дезориентации. Ты успеешь и того, и сего. Раз. Просто у меня тут полуукрытие. Я даже от обычных могу отхватить. Да, там жилет, конечно, из нанасплава, все дела, но... Вряд ли они меня убьют, но зачем мне ранение? Надо снижать вероятности. Вся игра про снижение вероятности. И несмотря на то, что у меня источник бесперебойного питания есть, роутер все равно погас на крыше. И это значит, что... Это значит, что... Трансляция прервалась. У нас первый трай сегодня. XCOM 2, War of the Chosen и Long War. Очень тяжело. Зачем таймер, блин? Таймер надо со следующего трая делать. Который не... Не сбрасывается после вот таких тем. Который запоминается. Так, что у нас здесь? У нас здесь... У нас здесь пробег до фулкавера. О, Каширский код подержал. Говорит, Миша, привет. В проекте будущего дома заложи БП стабилизатор питания на отсутствие места. Надо это Соколу, кстати, передать. Или отцу, чтобы у нас... То же самое было в прошлый раз. Таймер все? Да, таймер все. Сейчас с ним уже... Ничего не поделать. Так, а что штурмовику-то делать? Может, некуда бежать? Надо проходить сюда и в ханкер вообще прятаться. Ну, пока в этом трое нет вообще никаких фейлов. То есть мы все миссии выполняем. Максимум это не собрали луты или там получили ранения. Ни то не серьезные. Пока все. Сейчас вот если этот чудес не натворит, вот этот последний битый товарищ. А он может. Но он не пробил защиту. Справились. Молодцы. О, это стрельба на бегу. Нет, он не кто прожил. Так, секретное задание еще одно выполнили. Я не помню, что там нам обещали. И миссия выполнена. Два ядра Иллерия. 15 разведданных. И, конечно же, еще опыт. Продолжаем сканить. У нас есть еще... Так, инопланетные обломки расчищены. 46 баксов получили. Деньги есть, но... Сплавов нет. Я делаю гибридные материалы. Я все равно не смогу ничего сделать. Но после миссии разбойного нападения нам дадут сплавы. Так, там мы рекрутингом занимаемся. Здесь мы... Пробуем вывести материалы Адвента. Здесь толпень просто леммингов. Человек 7. Или 8 даже леммингов. Кажется, вообще никого нет. Просто одни новобранцы. И моя задача просто пройти до ящиков. Как можно больше количества ящиков. Не пуля паким. Моя задача сейчас, конечно, в первую очередь, посмотреть, где находятся, как расположены вот эти вот ресурсные темы относительно врагов. Занять правильную позицию. Такое, чтобы не спулить слишком много. Но при этом охватить как можно больше этих самых ресурсов. И подготовиться к моменту... Так, ладно, уже смотрим. Знакомое расположение. Понеслась. Так, сразу эвак. Миш, сразу эвак. Ой, я пара сетая. Ладно, погнали. Ну, дрон, который был, оказывается, в здании. Все, и че? Здесь надеемся, что 4 урона будет. 5 урона. Повезло. Так, дальше выходим поближе. Раз. И выходим по... Все, и не подходим, пытаемся с этим исправиться. Флангуем одного. Мажем. Помню, что у тебя нубасы. 80. Наверное, вот так. Чтобы не было метки, а офицера попробуем забрать. Есть, Овер. Давай сюда. Увозят контейнер. Я ничего не своровал, кроме двух контейнеров. И, скорее всего, не сворую, потому что... Сейчас обычные товарищи не смогут... Не, на самом деле, пофиг. Пофиг. Главное, что лимминги выживут и получат звание. 7 человек. Первозванных. Овер, побежал. Давай, давай, давай. Есть, молодец. Я на это рассчитывал. Ждем рыцари. Ой, в смысле, офицеры. Я только два крейта взял. Ладно, забейте. Ну, как бы... Я мог просто сейчас потерять народ. Пошел бы вперед. Спулил два пака и все. И не справился бы с ними, скорее всего. Ну, а будем еще стрелять? А, вот, там следующий пак. То есть я бы спулил. Я бы прошел вперед и спулил бы. А так мы хоть экспы понаполучаем немножечко. Несильно рискуем. Молодцы. Все, и сейчас ИВАК. А как ты стреляешь? Подожди. А, это тот офицер, который убегал. Он привел пак. И еще пачек. Зомбаря поднимает. Просто валим. Просто ИВАК. Сурсов. Ну, такое бывает. Что дроны летают под... Под это самое... В здании. Все нормально. Все нормально, прокачали. Все равно мне их нужно качать. Разница, лимминг или человек со званием очень большая. По пользе. Не говорю, потому что там статы растут. Просто... Человек просто с автоматом и с двумя гранатами. Или... Или кто-то там со способностями с лечением. Там с гранатометом, где рейндж больше. С ракетами, с двойным выстрелом. Все, и все получили повышение. Один сплав нам дали. Можем один патрон купить, застрелиться. Опять? Да вы издеваетесь. Второе событие где-то в районе 20% срабатывает. Но здесь у нас будет вместо двух человек три. Причем трех я брал не нубасов. Ну, то есть они со званиями. И сразу пул. Ладно. Два человека. Знакомая местность, конечно. Погнали. Увидели кого-то сразу. Хорошо. Нет, действительно хорошо, потому что... 88%. Почему не фланг? Ай, хорош. Так вообще вышибает снайпер. Как красава. Заглядение просто. Может дебют? Давай дебют. Ограниченное количество патронов в этом дробаше. Но зато... Там минималка 4. Верный выстрел. Раз. Минус. Человек. Вообще иногда бывает хорошо, что ты попадаешь в засаду. Если ты знаешь, что тебя ждет, то фактически ты не тратишь на эти миссии проникновение. То есть у тебя там люди полетели, да, они там заняты на какое-то время. Но та бригада, которая призвана их спасать, она же... Ну, норма у него все. Она просто пролетела и все. Пролетела, спасла и все. Так, подойти нашими, чтобы... О, а здесь я подожду. Я не знаю, в какую сторону идти. Сейчас я нарвусь. В конце... Хода. Ну, в середине своего хода, так скажем. Все. Сейчас можно уже потихонечку двигаться. О, пыли. Ай, вы какие хитрые, а! Хитропопы и глаза дай, алло. Че это такое? Ладно. У нас тут вольт по одному, к сожалению, да? А ты добежишь до него, не добежишь. Поднимает наивно труп. И действует только один товарищ. Но там еще есть один овервотч. А он метнется точно. А я постреляю. И попадаю. Все хорошо. Четенько. Ну, сейчас только может быть ранение. Но... Нет. Давайте здесь снайпером попробуем ему в спинку жахнуть. 98 выстрел на вскидку. Обожаю снайперов. Маневренных таких. Штоккард. Таких витиеватых, витвистых. Гораздо больше, чем открытых. Гораздо больше. И, соответственно, тебе снайпы... Я помню, как я первый трай свой... Ну, это первый, но другой первый трай. Зафейлил. На, безусловно, жесткой миссии. Бла-бла-бла-бла. Но смысл в том, что... Там было два снайпа, которые за... Несмотря на то, что карта вроде как такая открытая. Такая полуоткрытие. Они не смогли вообще ничего сделать. Они почти не стреляли. Вот, и в целом, получается, мы не особо... Ну, мы не тратили время на проникновение с... Вот этой вот основной группой спасательной из четырех человек. То есть, в целом, даже... Если ты не отправляешь щеглов на... На такого типа миссии... Ну, на проникновение, что они реально могут на старте посражаться сами. Что получается... Ну, хотя разные, наверное, карты бывают. Открыть последующие. Сбейт ведь. Хорошо. Миссию выполнили. То есть, несмотря на то, что это типа засада, нам все... Все бонусы вот это вот выдадут. Нам дадут экспу, нам дадут то, что обещали за... За выполнение задания. Все они как концентрация и настройка спуска. Ну и нам выдали... Сейчас выдадут... Вот. 12 очков способности и, видите, опыт, 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 опыт. Очень плохо, но не могу. Там и изменилась механика просто. Если мы пойдем, как в прошлый раз, на 40 человек, там будет еще плюс тир. Чтобы... Давай, труппсиктоиды сначала препарируем. Ну вот если бы там было 6 плюс дней, я туда, конечно, полез бы. Так, в убежище еще одного рекорда нашли. Молодцы. Побег. Стоп. У нас тут сила адвента увеличилась. Да, сила адвента увеличилась. Ай-яй-яй. На эту миссию. Почетвером только, да, если... Так, здесь же уже проникновение 100. Ну там тоже, видите, 10-12. Ох, 10-12. Твою же шметь. Или потратить. Блин, сейчас бы не вписаться никуда. Так, эвак близко. Ну так, приблизительно, блин, близко. Капец, ну это прям по центру бежать. Прямо по центру. Мать моя женщина. 10-12 человек. Нас пятеро. Куда я прилетел? Вот зачем я прилетел? Блин, ну я не знаю, зачем я сюда прилетел. Эвакуироваться я не могу. Мне нужно через всю карту, блин, бежать. Без консилда против потенциальной дюжины врагов. Зачем? Ты ж посмотрел отряд из пяти человек. Че тебе? Захотелось повоевать, что ли? Аккуратно, сказал он. Ниндзя вспулен. Понеслась. Здесь стреляю 48. Можно ниндзя порезать. Есть вероятность, что мы спулем человека просто после этого. Плюс мы подставляем фланг. Так что я здесь ухожу. Ханкер. Здесь овер. Здесь. Стреляем. Слава тебе, господи. Хотя бы одного забрали. Пытаться рашить или не пытаться? Да, конечно, пытаться. Погнали. Есть. Кажись. Уходим, блин. Да как так? Откуда? Как? 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 Блин, как я вас вертел. Просто. Блин. Вроде бегу. Просто чуть ли не по пятам. Че здесь? Здесь один выстрел. Раз, дебют. Да ладно. Живой, что ли? Блин, жив цел орел. Горишь? Не горит даже. Хренец. Хорошо, живем пока. Только нет, 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 нет. Ох. Редко на озере. Кто? Я думал, взорвалась колонка. И подкрепление, следующий ход. Не, я лучше за полкавер. Меня сзади расстреляют просто, если я буду не полкавер. Подкреп пролетел. Ну, сейчас вот переживу этот ход, будет хорошо. Не переживу, значит не пережил. У меня вообще минус ногти. Я не знаю, как еще можно играть в эту игру без валидола. Хорошо, бафай. Бафай эту змею полностью. Давай, бафай ее, бафай. Хорош. Стратег. Как ты видишь, ты? Нет. Ох ты пес. Ну, как там, овервотч еще будет один. Я пытаюсь унести. Какой же он вообще дикий. Нет. Это просто... Ладно, одного в плен взяли. Это терпимо. Погнали. Точно в цель. Здесь... Нет, здесь 12 все еще. А сколько нужно? 7-9. Хорошо, погнали. Так, у нас есть поезд. Трущобы. Призрачная равнина какая-то там. Предмет. Ага. Снайпер. Зилок. Тут у нас типа топовая бригада. Из четырех человек. Что, блин? И там все закрыто. Капец. Так, ладно. Ты можешь... Ты всегда можешь что? Ты всегда можешь сдаться. Ты всегда можешь выбрать другую игру. Просто меньше все. Какие проблемы? И агра пошла. Тут трое, не двое. Сейчас пять человек сразу на четверых на нас. Мы все умрем. Оверы для приличия хотя бы. Ну, постреляйте. Ну, спасибо большое. Минус один. А, все сагались. Танцуют все. Ну, верный, верный выстрел. Сволочь, все еще жива. Пробую забрать его 76, но... Понятненько. Как насчет добивания вольтам? Давай добьем вольтам. А здесь и кто? Новый пак. Не, ребят, вы еще... Не надо, не надо, не надо. Я просто за контейнером пришел и все. Ах ты, нет. Один ход до взрыва. Выспеваю. Блин, что? Что? Михаил. Михаил. Ну, у меня тут, конечно, закопать могут вполне. Это был скилл, это чистейший лак был просто. Чистейший. Я его, типа... А, не, я не флангую. Я его фланговал, но он решил эту проблему. Минопромок! А-а-а! Я овервочу у него, правда. У меня полная концентрация. Ну, я, скорее всего, его тыкнул. Ай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот сейчас оттуда я могу не уйти. Мне нужен верный выстрел по этому товарищу. Но сначала мы делаем обычный выстрел. Вдруг попадем 51. Конечно, попал. Два раза попал. Верный выстрел соточка. Это чтобы оверс этот снять. Поэтому просто рандомчик пошел. Это раз рандомчик. Промах. Сейчас сектоит может пострелять. Вообще везет мне. Капец. Просто. Там, наверное, этот... Командир сектоидов этот, эфериала, сидит за компом. Вообще, у него стрим тоже идет. И он такой... Так просто. И новый трай начинает сразу. Все надо валить. Но здесь, конечно, еще не все. Потому что... А, нет. Зомбарь. Хорошо. Могла быть паника. Могли быть проблемы. Ну, выбрали бы мы пытаемся рандомить. Давай крит, что. Рандом до конца. 25% что мы убьем сектоиды и спасем зероэли. Нес, получилось. Не удалось. Убси дела. Перезарядка. Может, у тебя тоже... А, и ты стреляешь же, сучок. Мимо. Овервотч. Только не дезориентация. Фланг. Мимо. Мимо. Зомбарь идет сюда. Да, я могу пережить этот ход. Там, правда, 7 ударов. 8 урона по лицу будет сейчас. Так. Хорошо. 6. Опасно. Изи. Просто изи. Я добегаю до Ивака? Взрывается этот вообще что? Что? Зероэль, ты добегаешь? Вообще легко. Ну все, это ГГ. Так, ну я тут помогу немножко. Ну они так намазали. Я не помню, когда последний раз. Мне так везло. Просто дико везло. Так, давай-ка протокол защиты сделаем. Потому что там один с Овером. Капец. Четырьмя людьми разобрали. Сколько? С десяток, наверное, да? За ограниченное количество ходов. Девять. Девять человек убили. Зероэль получает четвертый. О, этого я не доходил еще. Столб. Создает столб всей энергии, которая служит полным укрытием. Свободное действие. Не потребляет концентрацию. Переполнение. Дает бонус к меткости. Меткость и критическому шансу. Спасение. Хромовник, получивший смертельный урон, погружается в стасис. Один раз за бой. Блин. Переполнение хочу. Хотя мы построим, и там еще много. Ну, как раз точности не хватает. Да, абсолютно. Да, абсолютно нужно довести. Три приклада. Настройка спуска. Время, Миша. Да, на самый... Ой, очень жаль, конечно, что приходится заканчивать. Друзья, спасибо, что смотрели. Сегодня был отвратительный стрим. Просто отвратительный. Я посидел. Я горел. Я не смог нормальный трай новый начать. Поэтому... Ну, следующий стрим мы начнем с Гуфа. С этой миссии как раз. И там как раз все пойдет заново. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова